В эфире программа Вечерний Прайм. В этой студии мы обсуждаем то, что волнует, если не каждого, то многих. Здравствуйте, я Диля Мухаммеджанова и сегодня мы поговорим о безопасности на воде. Гость программы Сандугаша Баймухамбетова, официальный представитель ДЧС города Алматы. Сандугаша Монтайевна, добрый вечер. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии. Спасибо, что нашли время для нашей программы. Ну, период отпусков, период летних каникул в самом разгаре. Лето радует алматинцев. И, конечно, мы не должны забывать о том, что сейчас крайне важно вести себя осторожно, вести себя внимательно, если мы находимся на воде. Вот расскажите, где в Алматы вообще есть специальные зоны, где можно купаться, если вообще таковы, и все-таки как себя нужно вести? Дело в том, что в городе Алматы нет мест, оборудованных для купания. Как мы знаем, наши жители города Алматы также кости облюбовали места. Это озеро Сайран и, соответственно, в Турксибском районе это аэропортовское озеро, на котором дежурят сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда, комитета ПОЧС, МВДРК и, соответственно, служба спасения города Алматы. То есть, соответственно, спасатели как РОСО, так и служба спасения, они следят за тем, чтобы не входили в воду и не тонули. То есть в их задачу входит не подпускать к воде? Нет, нисколько не подпускать. Дело в том, что они всех, конечно, контролировать-то не могут, потому что у нас там все силы, мы же не можем бросить всех туда, чтобы они контролировали все это. Их задача профилактика, и на случай, если будут видеть, что кто-то тонет, то, соответственно, оказать точную помощь. Хорошо, значит, есть конкретное заявление. В Алматы нет специально оборудованных для этого, для купания, зон. Интересно, но при этом с Айран, по-моему, тем не менее сделали какую-то пляжную зону. Вопрос в том, что спасатели службы спасения, они там находятся, дежурят с утра до вечера. То есть, соответственно, в ночное время я не могу знать, дежурит ли там служба спасения или нет, но аэропортовское озеро, которое я говорила ранее, в Турксибском районе, Республиканский оперативно-спасательный отряд, то есть их спасатели-водолазы, они там круглогодично. То есть не только летом и зимой, но и не только, вернее, летом купальный сезон, но и зимой, соответственно. А какова вообще сейчас статистика? Как часто летом вы выявляете факты именно затонувших людей? Дело в том, что в прошлом году, в 2017, если взять, допустим, пример, последние три года, 2016-2017 годы, были зафиксированы ситуации, случаи, когда по неосторожности, не связаны случаи, делая в селфи, бывали, что подскользнулись и тем самым тонули. Бывали случаи нетрезвого состояния человека. В нетрезвом виде залезают в воду, соответственно, не рассчитав свои силы, и, соответственно, начинают тонуть. В этот момент поспевают, как говорится, сотрудники и спасатели службы спасения и водолазы Республиканского отряда. То есть что хочется сказать? Самое главное, значит, человек рассчитывал свои силы. Да, ты умеешь плавать, всё хорошо, но нужно учитывать температурный фон как воды, так и, соответственно, на улице климат. То есть, допустим, если на улице Валматы, как мы знаем, это южный регион, жарко, соответственно, больше 30 градусов на улице жарко, ты заходишь в прохладную воду, соответственно, у тебя могут быть судороги. Могут быть ещё какие-то другие моменты, которые затрудняют, допустим, плавание. Бывает, что давление падает и что-то такое, которые многие варианты и состояние человека, которые могут привести к тому, что ты начинаешь просто тонуть. А как людям определить, вот очень много даже роликов специализированных выпускается о том, как понять, что человеку в воде требуется помощь, на что нужно обратить внимание? Значит, они кричат «помогите», иногда бывает, что существует очень много, как мы знаем, психологии, да, и, соответственно, очень много людей, которые иногда бывает, что молча тонут. Да, какие-то поведенческие, может, привычки есть. Значит, смотрите, дело в том, что спасая как сослов спасателей, они говорят, что они там бдят, смотрят, соответственно, и применяют и бинокль, и ездят на катамаране, на лодке надувной по озеру, и говорят, что нельзя заплывать за буки и так далее. Ну, раз дело дошло, что они купаются, значит, потом они видят, что человек прахтается в воде, начинает тонуть, поднимает руку и начинает махать или цепляться за что-то. То есть прежде чем идти туда, допустим, если вы, к примеру, да, пошли с другом купаться в воду, да, у озера и так далее, чувствуете, что друг начал тонуть или подруга, неважно. Прежде чем оказать ему помощь, вы будете уверены, что вы сами потом не станете жертвой. То есть когда человек тонет, бывает моменты, что человек не контролирует свои эмоции и может затянуть с собой другого человека. То есть это обхват, то есть это как подойти, как забрать человека, да, как вытащить, как откачать. То есть этим всем моментом сотрудники ЧАЭС города Алматы совместно, значит, с местным исполнительным органом, соответственно, с местной полицейской службой, они проводят рейды. По местам купания, выявления по местам купания. Отрабатывают, значит, эти точки, да? Рейды, профилактические рейды. Значит, совсем недавно, буквально на прошлой неделе, были привлечены к административной ответственности 4 человека. За купание в неположенных местах? За употребление спиртными напитками, за купание в неположенном месте и так далее. То есть это зависит от статей. А как долго продлятся эти рейды? Они будут на протяжении всего лета? До конца купального периода. Значит, прежде чем, значит, идти и предупреждать детей и так далее, сотрудники ЧАЭС города Алматы, спасатели, да, как мы называем, они проводят занятия с детьми. У нас с управления спорта, с управления культуры, с акиматом, с местным исполнительным органом, отработаны, значит, занятия, которых мы обучаем детей из малобеспеченной семьи. Как замечательно. Это, значит, детского дома номер 1-2. В этом году мы обучили более 90 детей. То есть это не говорит о том, что мы научили его каким-то способом плавания, баттерфлями, не знаю, броском. Это говорит о том, что мы научили этих детей держаться на воде. Азы. То есть ребенок научился плавать, держаться на воде. Правильное дыхание. Правильно вести себя. Может быть, как правильно вести себя в какой-то непредвиденной ситуации, да? Да. Соответственно, и этим учили специалисты республиканского оперативно-спасательного отряда. То есть это специалисты-водолазы со стажем, которые обучили детей, как нужно подходить, как устроить охват, как вытаскивать с воды. И, значит, до врачебной помощи. То есть на случай наглотался воды и так далее. Даже до такого. Это хоть замечательная практика. Ну, конечно, я не могу не спросить и о самих профессионалах своего дела, о спасателях. Ведь они также, наверное, ежегодно должны проходить какие-то курсы, повышения, может быть, квалификации, чтобы все время быть, так сказать, на старте. Поповыми, да, на старте. Дело в том, что, как я до этого отметила, республиканский оперативно-спасательный отряд, они дитлосыруют на территории Алматы. Значит, на краю Акжар, если быть точнее. Значит, они являются, территориально находятся у нас на Алматы. Они являются, значит, так как они республиканские, они проходят международный стандарт возврата. То есть они проходят, проводят какие-то, проходят какие-то свои этапы, скажем так, аттестации. Значит, ощущают свою, скажем так, свою квалификацию и так далее. То есть это у нас лучшие специалисты, которые могут, значит, в нескольких вариациях работать. То есть это не только на воде, но и спасают людей, значит, нерадивых альпинистов, да, скажем так, в кавычках, которые дома посидев, подумав, ага, пойдемте горы совершать, значит, вершить. Наверх горы едут, они оттуда их снимают. На случай, это камни падают и так далее, значит, ломают. Бывают порезы, ломают бедра и так далее, но бывают кости ломают, они оттуда их спускают. То есть это те люди, которые обусловлены тем, что они подготовлены ко всему, то есть не только в воде, но и в горах, и, соответственно, и на земле. Действительно, сейчас очень много и возросло количество поездок, походов в горы. И вот раз уж мы говорим о безопасности на воде, то что бы вы сказали людям, которые предпочитают порой окунуться в горные речки или в горном озере? Вообще есть у нас разрешение на такие купания? Вы знаете, горная речка – это вообще непредсказуемая вещь. То есть это холодная, которая бьет ключом, соответственно, холодная вода. То есть тело у тебя уже нагретое. Учитывая, если вы были в горах, то, соответственно, все, кто уже побывали в горах, это профессиональные альпинисты, которые только начинают, да, любители альпинистов, они знают, что погода-то меняется моментально. То есть сейчас он вроде бы солнышко, через полчаса уже идти град или дождь. То есть это говорит о том, что нельзя рисковать собой, своей жизнью, своими близкими, если ты не уверен. Ну, расскажите вообще о статистике за последние годы. Больше ли приходится нашим спасателям вызволять алматинцев, гостей города и в том числе иностранцев? Растет эта цифра или стабильная? В прошлом году было записано 7 случаев, значит, случаев, да, скажем так, 7 случаев на воде. Если их расчленять, это несчастный случай, это, значит, по линии 102 и по неосторожности, то есть это так же она подразделяется. То есть не говорит о том, что человек утонул, на этом все. Это делится. То есть это несчастный случай в одежде человека. Это специальный намеренный, который в купальнике пошел, допустим, в купальной одежде утонул, это совсем другие. То есть это делится по, как я до этого говорила, по значению и по факту. Значит, далее в этом году, с начала года, как говорится, слава богу, у нас как таковых фактов не зарегистрировано. Есть один случай, значит, это идет как несчастный случай, мужчина на озере Сайран, он, да, утонул. Да, произошел несчастный случай, по-моему, даже заведено уголовное дело. То есть до конца, пока следа не пройдет, как раз опять-таки установить его, как это произошло, что это было, тоже опять-таки приводит в свое издруднение. Какие планы у ДЧС на так же ближайший сезон помимо вот этой компании безопасности на воде? Дело в том, что задолго до начала летних каникул мы с детьми проводим работу. То есть, как мы знаем, у города существует пришкольных лагерей 202. Далее, есть общие образовательные школы, есть частные садики, есть частные школы. То есть они подразделяются, как мы знаем, по значениям, по обучению и так далее. Значит, пришкольных лагерях, оздоровительных лагерях, которые имеются в городе Алматы, опять-таки, это у нас в Осникском районе юный спасатель, в Медеусском районе Алматы и так далее, которые находятся непосредственно расположены в горной местности. Опять-таки, мы там проводим не только по, значит, как вести себя на воде, безопасность на воде. Помимо этого, значит, сразу идет у нас комплекс. То есть мы говорим о том, как вести призывы лидерсей, так как мы живем в сейсмо-активной зоне. Да, это очень важно. И далее мы говорим, охватываем в другую зону, то есть безопасность шалостей детей, которая непосредственно, значит, появляется в пожаре и так далее. Как мы знаем, львиная доля пожаров приходит на детскую шалость. То есть всем интересно. Им некуда девать свою энергию, они бегают, прыгают, значит, тем более приезжают на каникулы, да, вот как-то в лагеря выезжают подальше, от своих родителей отлучены и со своими сверстниками бегают, прыгают. Соответственно, проводим с ними работу. То задолго, как я до этого говорила, до начала купального сезона, это значит, с ноября по май месяц мы обучаем детей плаванию. Как я до этого говорила выше, это малобеспеченные семьи и, соответственно, детских домов. Далее, второй момент, мы проводим занятия точечные, и проводим занятия с их родителями, проводим занятия с воспитателями детских садов. Помимо этого, завучи школ и непосредственно собираем директоров школ. Проводим тренировки по эвакуации на случай пожара, на случай землетрясения. Как мы знаем, если землетрясение, то второй фактор соответствует пожар. Да, следствие прямое. Да, потому что не всегда мы успеваем выключить, допустим, электроприборы и так далее, без которых бывает повреждений и, соответственно, пожар. То есть, получается, мы отдельно их не отделяем, у нас идет все в комплексе. Все мероприятия проходят все сразу. 10 июля в этом году уже пришкольные лагеря заканчивают свою работу. Как мы знаем, в этом году продлили, отодвинули назад. Это, значит, въезд в оздоровительные лагеря, соответственно, и пришкольные лагеря. В связи, сами знаете, моментами в городе Алматы, вернее, не мы, подвинули. Подвинули управление образованием, подвинуло пребывание детей в пришкольных и оздоровительных лагерях. Ну, я смотрю, у вас очень много работы. И уже было, в общем-то, и запланировано было с начала года. И сейчас очень активная работа. Сандуха Алматыевна, я не могу не спросить, а хватает ли спасательских сил на все эти программы? Дело в том, что мы задолго до этого составляем план. Значит, бывает у нас городская комиссия при замоке ими города, которая курирует непосредственно по линии ЧАЭС, к которым он выставляет, как говорится, дает нам поручения, ставит задачи, которые мы выполняем в срок. То есть, соответственно, если у нас, допустим, дюпы, детские, юношеские, допустим, клубы, встречи, собираются дети. Есть юный спасатель соревнований, которые мы проводим тоже раз в год. Там тоже мы охватываем, как вести себя на воде, как вести себя на пожаре и так далее. При пожаре, вернее. Значит, там, помимо того, что дети собираются вместе, они уезжают в горы. Это, значит, станция туристов, юных туристов, где очень все приближено к реальности. То есть, соответственно, они по веревочке, как говорится, проходят через речку. То есть, проходит такой курс молодого спасателя, да? Да, курс молодого спасателя и бойца. Где, соответственно, закаляется дух коллективизма, да, там, допустим, друг за друга выручать, кто как себя ведет. То есть, кто-то побежал, там, не добежал, да, друг друга поддерживают. Помимо этого, и здесь своего рода патриотическое, в то же время, наверное, скорее всего, агитационно-профилогическое мероприятие по пропаганде, значит, спасателя, да, профессии спасателя и, соответственно, и пожарного тоже вместе взятых. Да, и тогда мы начинаем понимать, насколько важна эта профессия. Так все-таки хватает вам сил или нет? Хватает. Хватает? А вот если молодые люди желают прийти, пополнить ваши ряды, так скажем, что для этого нужно сделать? Значит, для этого у нас на сайте департамента ЧАЭС, значит, есть рубрика, называется кадровое обеспечение, где мы выставляем объявления, где мы выставляем, когда открывается конкурса, кто прошел, что нужно делать, какие документы нужны. То есть все вакансии там? Да, все вакансии там. Помимо этого, мы, значит, выходим через средства массовой информации, то есть и через вас, и через радио, и через телеканалы, как мы заметили сейчас, у нас информационное агентство, и социальная сеть очень развита. То есть при департаменте есть своя социальная сеть, одноклассники, Твиттер, Инстаграм, где тоже выставляется данная информация. То есть все, что происходит в жизни департамента непосредственно, мы все выставляем. И можно воспользоваться этой открытостью. И если кто-то желает пополнить ряды спасателей, пожалуйста, департамент по чрезвычайным ситуациям, я думаю, будет открыт, да? Да. Ну что ж, конечно, подытоживая наш разговор, я бы хотела вас, Сандухаша Амантайвна, еще раз попросить, возможно, призвать алматинцев быть внимательными не только к себе, наверное, но и к окружающим, тем более на воде. Прежде чем выходить, знаете, вот если честно, вот как сотрудник ЧЕС, я хочу посоветовать, чтобы они посещали аквапарки. То есть специально оборудованные парки, где можно видеть детей своих, значит, около себя видеть. Да, бассейнов много сейчас. Бассейнов много. Специально для детей маленькие, в основном как бы небольшой объем воды для детей. И посоветовала другое, еще второй момент, чтобы дети одевали в яркие цвета. Яркие цвета для чего? Чтобы по шапочке, по шляпе можно было понять и увидеть детей, ребенка своего, куда он бежит или в какую сторону направляется. В воде он или на берегу. Значит, третий момент. Значит, детей, когда вы садите на матрас, надувной матрас, чтобы они присматривались за этим, все-таки в ребенке, если ребенок, он может просто провалиться. Да, не отпускайте в свободное плавание. Не отпускайте в свободное плавание и держать возле себя, около себя. Но это не говорит о том, что нужно возле себя посадить и сидеть, смотреть. Но, по крайней мере, дать ребенку для совершенствования, чтобы она бегала туда-сюда, ребенок бегал, да, около тебя. Но при этом не упускать из виду. Потому что все несчастные случаи, все какие-то другие моменты, только из-за того, что только взгляд родителя отошел в сторону, в этот момент, возможно, это может быть очень даже, я не знаю. Да, это может трагедия обернуться. Забернуться трагедией и закончится как-то плохо для этой семьи. Ну, наверное, для наиболее продвинутых родителей даже можно освоить какие-то базовые знания, да, медицинские, чтобы быстро оказать помощь хотя бы своим близким. Значит, при департаменте у нас есть управление гражданской обороны, где проходят занятия. Это занятие проходит по категорированным, значит, группам. То есть, там, может быть, начальники военной подготовки, да, то есть не начальники, а учителя военной начальной подготовки. То есть я правильно понимаю, можно реально туда прийти? Это значит, нужно будет обратиться в районный отдел ЧАЭС, обратиться, что вы хотите там учиться. Допустим, вы прикреплены, вы учителя русского языка и тогда литература, к примеру, в какой-то школе. В своем районе, где вы преподаете, подходите к району отдел ЧАЭС, соответственно, подаете в список, и в конечном итоге вы можете попасть к нам на обучение, обучиться. Как здорово. Занятие проходит от трех дней до недельной. То есть это зависит от того, какой объем, допустим, обучения. Для кого подходят эти курсы? Кто может обратиться? Вы знаете, туда самозанятый человек, конечно, не обратится. Там обращаются те сотрудники, которые непосредственно работают в общеобразовательных школах. То есть те, кому эти знания действительно нужны, пригодятся. Да. То есть получается, допустим, вы учитель русского языка. К примеру, вы увидели, что ребенок начал задыхаться. К примеру. Вы не знаете, как себя вести, а вот именно здесь вас научили, что на случай, если вы чувствуете, что кто-то что-то проглотил, нужно делать вот такие действия конкретно. Если, допустим, почувствовали толчок, как говорится, землетрясение, соответственно, нужно делать то-то, то-то, то-то. То есть абсолютно могут обучить всем азам действия в чрезвычайной ситуации? Ну, естественно, что за три дня, конечно, всем азам ты не научишься. Но в любом случае элементарные правила, которые для нас, которые, кажется, элементарны, для чаясников, для специалистов, можно получить. Ну что ж, Сандуха Шамантаевна, я благодарю вас. Это была очень интересная, как мне кажется, беседа. Надеюсь, все алматинцы нас услышали и будут впредь осторожны, и будут знать, как себя вести в чрезвычайной ситуации на воде, в горах и, в общем-то, даже в городе. Спасибо вам большое. Спасибо. Напомню, сегодня в гостях у нас была Сандухаш Баймухамбетова, официальный представитель департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы. Наша программа на этом подошла к концу. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова